Сегодня мы с вами будем с пристрастиями допрашивать палетку от Colourpop, которая называется Yes Please. И в конце этого видео мы с вами узнаем, хороша ли она, кому она может подойти, кому она однозначно не подойдет. И также я вам покажу три варианта макияжа с этой палеткой, потому что я ее тестирую уже достаточно продолжительное время. И уже определилась на 100% что мне в ней нравится и какие макияжи с ней получаются. Также в этом видео, как и во всех видео в декабре будет конкурс и сегодня я разыгрываю вот такую вот косметичку, но не только косметичку, потому что в середине там еще можно найти некоторые продукты. Здесь подводка кремовая от Elf в черном цвете, также здесь кисточка вот такая вот для румян скошенная, потом еще здесь тоже вы найдете палетку теней от Wet n Wild. И последнее, что я сюда закинула, это матовая жидкая помада от LA Girl. Косметичка тоже это очень симпатичная, очень практичная тоже, поэтому если вы заинтересованы в том, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под этим видео. И в описании тоже под этим видео все детали будут расписаны, до какого числа продлится конкурс и вообще все возможные детали, которые возможно вам интересны. Ну и давайте приступать теперь к обзору этой палетки. Вообще, кстати, я впервые ее показала на своем канале в видео, где я пробовала новую косметику, я делала макияж новой косметикой. И с того времени я, кстати, получила достаточно много сообщений по поводу того, что вы уже успели ее купить, еще даже до того, как полноценный обзор на нее вышел. И все пока остались очень довольны и поблагодарили меня за то, что я открыла для них марку Colourpop. Colourpop сразу перейду к сути. Я считаю сейчас самым лучшим выбором в плане бюджетных теней, потому что это действительно потрясающее качество. Все тени Colourpop всегда очень пигментированы, они хорошо тушуются. Единственное, к чему я могу придраться, вернее не то, чтобы придраться, а предостеречь тех, кто задумался вообще нужно это ему или нет, это то, что палетка откровенно теплая. То есть вот она прям нагло теплая, и если вы любите макияж в теплых тонах, тогда 100% вам эта палетка понравится, вы будете ей пользоваться. Что касается тех, кому нужны тени более разнообразные, то есть когда-то вы хотите сделать теплый макияж, когда-то может быть более холодный или хотя бы нейтральный, то это точно не для вас, потому что эта палетка однозначно очень сильно теплая, и как бы ни старались бы, все равно с ней даже нейтральный макияж практически невозможно сделать. И более того, как бы вы между собой их не комбинировали, у вас 100% получится такой сбалансированный образ, и все будет между собой хорошо тушеваться, то есть нигде конфликтов не будет создаваться. Темные оттенки немножко более суховатые, чем все остальные, поэтому их нужно постепенно наслаивать. Если вы сразу пойдете на такое сильное затемнение, вы можете получить пятна, потому что он может вложиться пятнами, этот оттенок. И еще что хочу предостеречь, вот эти два оттенка, вот они здесь, они намного более рыхлые. Я рекомендую вот такие оттенки, которые вот такие вот более рыхлые, обязательно набирать только кистями из натурального ворса, это плоская классическая кисть из натурального ворса, и можно также вот эти оттенки еще чем-то сбрызгивать, какими-то фиксирующими спреями, тогда это просто будет вообще сверхъестественное сияние, которое будет видно за 10 километров. Когда вы тоже будете смотреть свочи на эту палетку, обратите внимание, что, кстати, пальцем они свочатся как-то хуже намного, чем кистью. Это вообще что-то очень странное, потому что зачастую пальцем тени намного лучше свочатся, чем кисти. Здесь же с этой палеткой я заметила, что кисть наносит тени вообще идеально просто, а если пытаться их наносить пальцем, то как раз-таки результат получается хуже. Опять-таки вот такая особенность, то есть если вы наносите макияж пальцем, чего я надеюсь вы не делаете, то вы можете столкнуться тоже с некими проблемами. Что касается того, осыпаются эти тени или нет, то я с ними больших проблем не имела, в принципе. И когда вы будете смотреть макияжи, там будет видно, насколько они осыпаются или не осыпаются, но эти тени достаточно мягкие. Ничего такого, о чем стоит беспокоиться, но если вы вот так вот несколько раз тыкаете кисти по оттенку, на оттенке уже формируется вот такой вот немножко пыльный слой, который я потом просто сдуваю, и у меня как бы проблем с этим никаких нет. Также если вы еще новичок в растушевке, вы можете вот так вот набирать на кисть, потом несколько раз стручивать с кисти излишки, и у вас тоже ничего осыпаться не должно. Что касается стойкости на протяжении дня, здесь вообще никаких у меня претензий нет. Что касается внешней упаковки палетки, то тут я опять-таки сильно долго останавливаться не буду, я считаю ее очень удачно, единственное, она белая, и у нее есть слегка такое как провизиненное ощущение, и палетка пачкается. И из-за этого вот серединка уже у меня выглядит вот так вот, хотя я всегда стараюсь очень аккуратно относиться к своей косметике, я ненавижу, когда косметика выглядит грязно. Ну что ж, у меня в принципе все, теперь я предлагаю перейти к макияжам, которые я для вас подготовила. Первый оттенок, который я возьму, будет оттенок French Kiss, и он пойдет на все подвижное веко. Это самый темный оттенок в палетке, и я наношу его вот такими вот вбивающими движениями. После этого на пушистую кисть я нанесу оттенок Note Self, и начну растушевывать складку века. Я не трогаю практически то, что было нанесено на подвижное веко, я только начинаю растушевывать границу, и также переходить в складку, и выше складки, так как у меня новейшие веки, я даже выше складки наношу этот оттенок. Теперь на кисти я смешиваю два оттенка вместе, и еще больше буду делать растушевку. Через несколько минут тушевки у вас должно получиться что-то вроде этого, и теперь переходим к нижнему веку. Здесь я также буду брать оттенок Note Self, но на этот раз на небольшую кисть. И этот оттенок я наношу на нижнее веко практически так же до конца. Убедитесь, что вы объединяете верхнее и нижнее веко вот в этой точке, то есть у вас должна быть непрерывная линия тушевки, огибающая глаз. И вот так вот слегка потом кистью тяните за края, чтобы растушевать их. Самый темный оттенок French Kiss я также буду наносить во внешний уголок глаза. Теперь во внутреннем уголке глаза я хочу сделать акцент с помощью оттенка Butter Cake. Я буду его наносить на плоскую кисть, а потом забрызну немножко фиксирующим спреем, для того, чтобы оттенок лучше проявился и был более металлический эффект. Теперь во внешний уголок глаза на верхнем веке я немножко нанесу коричневый карандаш и растушую его немножко так же. Но вот и все, наш Smoky Eye готов. Первое, что я буду делать, это базовую тушевку во внешнем уголке глаза. Я взяла оттенок Note to Self на растушевочную кисть и начинаю с внешнего уголка глаза и потом буду подниматься выше в складку и над складкой тоже буду создавать тушевку. Теперь я возьму более заостренную растушевочную кисть и оттенок GNO и буду немножко больше углублять внешний уголок глаза. На ту же кисть я сейчас буду набирать самый темный оттенок, который называется French Kiss и в принципе проделывать то же самое. Самое главное, чего я хочу здесь добиться, это четкой границы, скажем так, в складке века, потому что потом я века буду подрезать и делать такой cut crease и здесь будет очень четкая граница. То есть на открытом глазу должно быть видно вот эту границу темного, которая будет переходить в более светлые оттенки. На этом этапе должно получиться что-то вроде этого и теперь мне нужна плоская синтетическая кисть, а также консилер и я начну подрезать века. Я беру оттенок Miss Chief и начинаю набивать его на подвижное веко. Теперь с помощью очень маленькой кисточки и все того же оттенка French Kiss я подправляю границу. Теперь по верхнему веку я хочу добавить черную стрелку. Сейчас я это сделаю, сразу же вернусь к вам. По нижнему веку я быстро повторю те же оттенки, которые я использовала во внешнем уголке матовые. Ну что ж, я накрасила ресницы и макияж на этом полностью завершен. Можно еще добавить сюда накладные ресницы, но мне кажется, что накладные ресницы как раз-таки сильно много заберут вот этого желтого оттенка, а мне хочется все-таки его продемонстрировать, и поэтому я лично на этом уже заканчиваю макияж. Я возьму матовый оттенок Full Zip и нанесу его на все подвижное веко. Теперь на растушевочную кисть я возьму оттенок, который называется Champs, и буду оформлять внешний уголок глаза. Под бровь я нанесу немножко хайлайтера от Becca в оттенке Moonstone. На этом, в принципе, мне кажется, что дневной макияж можно и закончить. Если вам этого мало, вы можете углубить немножко оттенком Big Cocktails в складку века, но мне кажется, что этого для дневного макияжа достаточно, и чтобы сделать его немножко более интересным, я возьму вот такую вот подводку от NYX. Это серия Vivid Brights, и оттенок у меня Vivid Blossom. Ну что ж, на этом дневной вариант макияжа готов. Ну что ж, вот, собственно, и все. Я очень надеюсь, что этот обзор вам понравился. В заключении могу сказать, что если вам нужна теплая палетка, если вы хотите делать такой макияж, если вам нравится такой макияж, он вам идет, 100% могу рекомендовать эту палетку к покупке. Я думаю, вы не пожалеете. Если же вы любите разнообразие, и вам нужно или это, или то, то лучше посмотрите на сайте. У Colourpop есть другие палетки, какие-то более нейтральные, какие-то даже холодные, какие-то более теплые. И, в общем-то, выбрать из них, какая вам нравится больше всего. То есть не обязательно зацикливаться конкретно именно на этой. Формула у этих теней везде одинаковая. По крайней мере, я не видела, чтобы где-то была другая формула теней. Поэтому просто выбирайте по оттенкам, которые вам ближе. А на этом видео я заканчиваю. Но напоминаю, что если вы хотите поучаствовать в розыгрыше на эту косметичку с косметикой, обязательно подписывайтесь на мой канал. Вот это вот здесь. Вот можно сделать. Здесь такой вот кружочек с моей фотографией. Вот его можно нажать. И также, если вам не хочется еще со мной расставаться, вы можете посмотреть видео, которое для вас подготовил YouTube. Там тоже поднимаются какие-то очень серьезные темы. Нет, конечно, но все-таки буду рада, если мы с вами продолжим общение в тех видео.